Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Евгений Олегович Новоселов, начальник отдела муниципального земельного контроля. Здравствуйте! Добрый день! И подводить мы сегодня с вами будем итоги 2020 года. Каким он был? Он был очень сложным в связи как раз с пандемией коронавируса. Были наложены ряд ограничений на нашу деятельность в части организации проверок и плановых рейдовых осмотров по определенным категориям граждан и юридических лиц. Поэтому не все, к сожалению, успели сделать то, что хотели, то, что было запланировано. Однако есть определенные показатели, которыми хотелось бы поделиться и донести в том числе до жителей Одинцовского городского округа. Все-таки на чем вы хотели сегодня остановиться? Ну, основным направлением нашей работы является муниципальный земельный контроль, проведение проверок соблюдения земельного законодательства. В 2020 году мы продолжили по поручению Министерства имущества отношений, по поручению губернатора Московской области работу по плановым рейдам и осмотрам земель всехосназначения, земель промышленности, населенных пунктов с целью выявления возможных нарушений земельного законодательства. Сколько за год было проведено таких рейдов и каковы результаты? Рейдов у нас было проведено около полутора тысяч. То есть мы выезжали и осматривали с применением соответствующего программного обеспечения полторы тысячи участков разных категорий, форм собственности, про результаты которых у нас где-то на больше, около половины земельных участков выявлены первичные признаки нарушения земельного законодательства, связанные в основном с нецелевым использованием земель в соответствии с видом разрешенного использования, с неиспользованием земель всехосназначения в соответствии с установленным сроком, а также самовольное занятие земель неразграниченной государственной собственности. Если говорить о борщевике, в этом году, в 2020-м также продолжилась эта работа. Каковы итоги? Да, она продолжилась. Насколько эффективна? Она, мы видим, повышение эффективности этой работы. Этому способствует и определенная информационная кампания, которая проводилась уже не один год, уже началась с 2018 года эта работа. Уже правообладатели этих земельных участков в курсе, так скажем, этих вопросов, этих проблем проще идут на контакт и стараются устранять эти нарушения в части нахождения борщевика Сосновского на их территориях. Но все-таки удалось глобально очистить земли Одинцовского округа от произрастания этого сорняка? Я считаю, что цель, конечно, в 100% не достигнута, но мы, по крайней мере, выявили и обозначили те проблемные места и довели эту информацию до собственников, так или иначе. Где-то там в части уведомлений и предостережений по таким фактам, где-то уже в виде составления административных протоколов и привлечения к административной ответственности. То есть такие случаи тоже есть? Да, да. А у нас в этом году мы порядка 30 протоколов составили в отношении физических лиц и юридических лиц. Штрафы там достаточно большие, что является таким природным стимулом для правополадателей, для борьбы с этим опасным сорняком в следующие периоды в том числе. Потому что эта работа, она, к сожалению, невозможна к завершению в один сезон. Ее надо проводить полномерно на протяжении минимум двух-трех сезонов. Не все, к сожалению, юридические лица, в основном потому что там штрафы достаточно существенные, соглашаются с нашими решениями, идут в суд, обжалуют эти решения. Но сейчас уже появилась положительная практика, в соответствии с которым суды отказывают в удовлетворении требований заявителей и засиливают наши решения. А все-таки нарушения, они говорят о том, что собственники не до конца знают нормативные акты и законы и правила использования земли. То есть они считают, что если они собственники, то они могут делать все, что хотят. Но это ведь не так? Нет, это, конечно же, не так. Существует рад ограничений, наложенных земельным кодексом. И в данном случае, если говорить про Борщевик Сосновского, законом о благоустройстве и дополнительных вопросах закон Московской области, в котором установлена обязанность по борьбе с Борщевиком Сосновского, а также в кодексе административных правовышленных Московской области, не так давно введена соответствующая статья дополнительная, которой раньше не было. Насколько серьезно карается? Штрафы достаточно серьезные в отношении юридических лиц. То есть там от 150 тысяч до 1 миллиона. Ну, внушительная сумма. А если мы говорим про физических лиц? По физических лицам штрафы, конечно, не такие большие, они там до 5 тысяч условно. Ну, первый раз у нас в качестве такой превентивной меры, если правовладатель до вынесения протокола об административной ответственности, привлечения к административной ответственности, не произвел, так скажем, уборку этих сорняков со своей территории, тогда уже принимается решение назначения административного наказания дополнительного. Ну, и плюс от нас предписание для того, чтобы в соответствующие периоды уже была начата и продолжалась борьба с борщевиком. Но все-таки собственник, приобретая ту или иную землю, должен понимать, что он несет ответственность за ее использование. И в случае невыполнения тех или иных нормативных актов будет составлен протокол об административном нарушении. И уже, собственно, вот этим и занимается ваш отдел, то есть выявлением таких недобросовестных собственников. Выявлением и полномочия органов местного самоуправления администрации Одинцовского городского округа в данный момент отнесено к полномочиям и составлению протоколов об административных правонарушениях. И административная комиссия Одинцовского городского округа уже принимает коллегиальное решение о назначении и размере этого административного штрафа. Но все-таки на сегодняшний день профилактической работы ведется больше? То есть задача же не наказать? Да, конечно же. Задача максимально уведомить разные слои и группы населения, собственников о том, что такая проблема есть и то, что ей надо заниматься. Иначе предусмотрены определенные последствия. Может ли земля быть изъятна? И в каких случаях? Земля может быть изъята. С законодательством предусмотрен такой порядок. Однако это достаточно длительная процедура, которая при наличии определенных обстоятельств, она может быть инициирована и доведена до логического завершения. Это все происходит в судебном порядке при отсутствии, при неиспользовании земель в течение трех лет с момента возникновения права собственности или аренды в том числе. А также при наличии вступившего в силу постановления органов Государственного земельного надзора по указанным нарушениям. Или по неиспользованию, либо в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с установленным видом разрешенного использования. Какие еще сферы попадают под ваше ведение? Также к компетенции отдела муниципального земельного контроля отнесена еще программа по вовлечению объектов капитального строительства в налоговый оборот. Это те объекты, которые являются именно объектами недвижимости и права, которые по каким-то причинам, так или иначе, не зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости. То есть мы проводим определенную работу. Тоже у нас при взаимодействии с правительством Московской области, с Министерством имущества и отношений и различными подразделениями, которые входят в состав этих организаций. Мы выявляем эти объекты и направляем правополадателям таких объектов соответствующие информационные письма, в котором предлагаем им зарегистрировать права на те объекты, которые располагаются в границах их земельного участка. Ну и разъясняем некие последствия, которые могут наступить, если эти действия не будут совершены. Евгений Олегович, начался 2021 год. Какие планы, что в первоочередных задачах? Ну у нас в принципе программы всех, про которые я говорил по направлениям, они продолжаются. Они рассчитаны еще на определенный период, поэтому мы будем те планы и показатели, которые нам ставит руководство Московской области, мы будем стараться максимально выполнять. Опять же, в части у нас продолжается плановый рейд-2 осмотр всех категорий земель. Вот, тоже с привлечением в этом году муниципальных земельных инспекторов, а также в рамках проекта по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот, также будет проводиться работа уже немножко в другом порядке, ну как бы с применением специального программного обеспечения технических средств. Вот, будет проводиться работа по выявлению, ну, этих объектов дополнительно, да, которые у нас в этом списке нам будут направлены. И уведомления по обладателям, ну опять же, да, о необходимости регистрации таких объектов. Также в этом году, точнее, в 2020 году у нас начался проект по инвентаризации объектов дорожного сервиса. Вот, это новое наше направление, которое мы начали в прошлом году. Сюда входят у нас автосервисы, мойки и шиномонтажи. То есть, ну, те объекты, которые у нас, ну, в основном они располагаться должны там рядом, вблизи, с различными дорогами и обслуживать автомобилистов при предоставлении вот этих услуг. В прошлые периоды у нас не было понимания, сколько таких объектов вообще на территории Московской области и в частности Одинцовского городского округа, сколько их располагается. Вот, ну и соответствуют ли они определенным требованиям. Ну, в нашей части это соответствие виду разрешенного использования. Потому что, ну, у нас граждане не совсем правильно подходят к этому вопросу, как вы уже сказали. И считают, что, ну, если там у них участок собственности, то они там могут на участках индивидуального жилищного строительства у нас там как бы возводятся и используются под коммерческие цели там, под те же самые там мойки, шиномонтажи, автосервисы. Ну, участки, которые не предназначены для таких целей. Что также является нарушением земельного кодекса. Есть определенная, опять же, административная ответственность по нецелевому использованию. То есть, ну, вот мы вот этот проект тоже в прошлом году начали. И в этом году, ну, будем, переходим к следующему этапу. Если мы в прошлом году их просто выявляли и направляли таким правополадателям предостережения о допущенном земельном правонарушении, то в этом году, скорее всего, мы будем уже выходить на проверки и уже выдавать, скорее всего, предписание, ну, которое является более, так скажем, документом обязательным к исполнению. И предусмотрена тоже, ну, некая ответственность за неисполнение этих требований. Спасибо, Евгений Олегович. Пожалуйста. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.